И снова доброго утра, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях руководитель представительства Всероссийской газеты «Ас-Салам» в Карачаево-Черкесской республике Мурат Коготов. Мурат, Здравствуйте. Мурат, следует сказать, что газета «Ас-Салам» в рамках нашей республики достаточно известна. Многие слышали о ней, знали, видели, некоторые читали, но далеко не все понимают, в чем суть этой газеты, что в ней вообще в принципе печатается. Расскажите об этом подробнее. Спасибо большое. Газета очень насыщенная. Здесь у нас рубрика «Семейные воспитания», «Семейные ценности», «Детская страничка», «Женская страничка», «Кухня», «Спорт». На самом деле, каждый член семьи может найти себе интересную рубрику. На самом деле, на сегодня не хватает взаимных отношений между супругами. Вот здесь рубрика есть, где постоянно выходит, как надо относиться муж к жене, жена к мужу, как дети должны уважать родителей, старших наших дедушек, бабушек. Вот эти все ценности здесь пишется. Здесь у нас не только про это, у нас страница «Спорт» есть. Вот здесь высказывание известных личностей мирового масштаба. Леонель Месси, шестикратный обладатель золотой бутсы. Мне больше волнует быть хорошим человеком, чем быть лучшим футболистом в мире. Когда все это закончится, с чем вы останетесь? Стать отцом – это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын. Вот. Еще вот Эвандер Холлифельд – единственный в истории профессионального бокса, четырехкратный чемпион мира в супер тяжелом весе. У каждого хорошего человека за спиной стоит мама. То есть, ну вообще, в принципе, Салам у нас в республике, да и в принципе, ну скажем так, ассоциируется с неким духовным направлением, с направлением ислама. Но по сути, я так понимаю, что там помимо ислама также есть и те направления, которые, скажем так, освещают и проосвещают молодежь в других сферах. Да, правильно. Здесь и наука есть, и другие статьи, которые не только ислама касается. Это всего, всей нашей жизни, с чем мы сталкиваемся. Вот. Образовательная часть – это все. Каждый номер, она выпускается как бы новой информацией, которая актуальна сегодняшний день. Ну вот, все же затрагивая, скажем так, религиозный вопрос, потому что в вашей газете очень много говорится об исламе, о нормах и об отношении, в принципе, по исламу. Расскажите, пожалуйста, ведь религия – это на самом деле очень серьезная вещь, очень серьезная история, и нужно очень тщательно, скажем так, выбирать материал, очень тщательно проверять его на достоверность. Как вот эта вот вся работа происходит? Да, совершенно правильно. Вот здесь около 25 человек работает, и каждая статья работает в той сфере, которую он закончил. Вот. Есть психология. Именно человек работает, который по психологии, у него образование есть. Вот исламский фикх есть. Там работает, опять же, образование человека, который разбирается вот эти вопросы, ответы, которые может ответить по-мусульмански. В редакционный совет входит Исмаил Хаджи Бердиев, он уже награждал газету «Ассалам» медалью, очень постоянно поддерживает нас в наших начинянах, он постоянно с нами помогает. Любые мероприятия он всегда с нами. То есть, скажем так, чтобы устроиться к вам на работу и писать статьи, нужно обязательно иметь образование, соответствующее получается? Да, да. И я так понимаю, все это потом еще и проверяется, редактируется? Каждый номер проверяется, естественно, очень тщательно проверяется, достанавливается информация. На самом деле, на сегодняшний день это очень важно. Ну вот, говоря, давайте перейдем к такой теме, как аудитория. На самом деле, для газеты и для любого информационного портала, на самом деле, важна его аудитория. Вот насколько большая она у вас? На сегодняшний день у нас 84 тысячи подписчиков, которые читают ежемесячно, которые получают газету. И очень теплые пожелания, начиная с малого возраста, заканчивая с самым взрослым. От шести лет самым малого возраста, вот дети начинают уже учиться. И заканчивая, до 100 лет у нас читатели есть. Очень любят, ждут, каждый номер встречают, радуются нам. Но я также знаю, что помимо этого числа, 84 тысячи ваш тираж составляет, ваша газета еще уникальна тем, что она выходит не на одном, не на двух и даже не на трех языках. Сколько языков, на сколько языков переводится ваша газета? Вот газета выходит на 12 языках. Вот на самом деле, недавно, вот в этом году вышла на турецком языке газета и на английском. Они очень, как бы, стали популярными тоже за короткое время. Люди радуются, потому что у нас в стране она такая многонациональная. И есть люди, которые хотят выписывать на турецком языке, чтобы свой язык сохранить и читать, вот культуру. Вот для этого сделали такую газету на турецком языке. Ну вот, мы также знаем, что ваша газета знаменита не только своими публикациями, хорошими, качественными статьями, но также и мероприятиями, которые вы проводите в рамках даже вот нашей маленькой республики. Постоянно вот мы слышим о спортивных различного рода мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, вот в прошлом году мы проводили среди всех школьников города Черкеска спортивно-мастерные мероприятия. Там были бег, прыжки в длину. Ну вот на уроках в физкультуре то, что может человек сделать, вот эти мероприятия мы включили. Очень довольны были и физовоспитатели, и дети, очень хорошие, теплые отзывы оставили. У нас мероприятие называлось «Спорт против террора», чтобы больше людей заходили в спортзалы, чтобы они могли заниматься, когда человек духом здоров, он и телом тоже здоров бывает. Хотим, чтобы наши дети развивались спортивно, чтобы они своих родителей радовали успехами на соревнованиях. Вот наша цель, чтобы здоровое общество было. Ну вот помимо этого, я знаю, что совсем недавно Ваша газета проводила розыгрыш, в котором раздавала своим подписчикам различного рода подарки. Расскажи вот о подарках, что Вы дарили, каковы были эмоции тех, кто все-таки выиграл эти призы. Да, вот в прошлом году, и даже в этом году это получалось, у нас розыгрыш, очень насыщенный прошел розыгрыш в село Чапаевском, вместе с духовным управлением, Исмаил Хачигардиевым. Мы провели очень такой интересный розыгрыш среди подписчиков, где было около 20 ценных подарков. Это кухонные комбайны, мясорубки, картины, цитаты священного Корана, и еще много ценных призов. Супер приз стал Малый Хач, который выиграл Зураб Хасроков из села Кубина. Очень обрадовался. Не ожидали, конечно, вот такой подарок, ценный подарок. На самом деле каждый мусульман мечтает в святые места попасть. Такое мероприятие провели. В этом году тоже собираемся сделать ежегодно эти мероприятия. В феврале месяце среди подписчиков на 2021 год, которые подписались, мы будем проводить такую жеребилку ценных призов тоже. На сегодня у нас стартует подписная кампания на 2021 год. Каждый желающий нашей республики, в России, может подписываться у наших менеджеров и участвовать в жеребилке, и получать, самое главное, полезные, достоверные знания в каждом доме. Чтобы взаимное понимание было в каждом доме, когда люди читают, как раньше наши старшие книгу читали, газету читали, у них одно понимание было. Не было у каждого, что в телефоне, интернет. Вот тогда счастье бывает и друг друга понимают. Ну вот, Мурат, расскажите, пожалуйста, какие дальнейшие планы есть у вашей газеты? Возможно, вы планируете расширяться, вносить новые языки или же распространять газету за пределами даже нашей страны? Да, наша редакция каждый год развивается. Она будет еще другие языки подключать, чтобы участвовали, можно сказать, чтобы она по всему миру могла распространяться. Над этим работает газета, выходит 25 лет уже. Только положительные отзывы, можно сказать, и по всей стране. И будет еще как бы новые задачи будем ставить и идти к этим задачам. Ну, мы надеемся, в свою очередь, что вы все эти задачи выполните. Ну вот, Мурат, у нас на нашей передаче есть такая небольшая традиция, которую, я думаю, вы уже знаете. Затем это каждый наш гость делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям в конце нашего диалога. Что бы вы им хотели пожелать? Я бы хотел пожелать нашим телезрителям, как наша газета называется, «Добрая газета», в каждой семье, чтобы мир был, добро, здоровье, чтобы любили, уважали друг друга, ближнего соседа, в каждом, не касаясь конфессии, чтобы друг друга понимали. Самое главное, когда люди друг друга понимают, уважают друг друга. Мир у нас бывает в стране и во всем мире. Спасибо вам большое, Мурат. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был руководитель представительства Всероссийской газеты «Ас-Салам» в Карачаево-Черкесской республике Мурат Коготов. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»